Фигурляндия В игре есть три режима. В каждом варианте надо быстрее других ответить себе на вопрос и схватить нужную карту варианта. Гляделки тренируют внимательность и устный счет. Перемешайте все карты с рисунками и положите их в специальную коробочку так, чтобы отпечаток пальца на всех картах был виден в разрезе. Рядом разложите 15 карт вариантов лицом вверх. Ведущий вытягивает карту с рисунком из специальной коробочки и кладет на стол перед игроками. Все игроки одновременно как можно быстрее хватают одну карту варианта. Однако прежде чем схватить карту варианта, вам нужно внимательно посмотреть на карту с рисунком. Важно понять, каких фигур и цветов на рисунке больше всего. Например, вот карта с кошкой. Из фигур в ней больше всего спрятано треугольников, а самый частый цвет на фигурах – желтый. А теперь давайте подумаем, какую карту варианта выгоднее всего схватить. Правильно, вот эту. После того, как все игроки, включая ведущего, схватили по одной карте варианта, карта с рисунком переворачивается и определяются победители хода. Затем начинается новый ход. Чтобы определить победителей хода, перевернем карту. Здесь указано количество баллов, которые вы получаете, взяв ту или иную карту варианта. Чем больше баллов, тем больше шансов стать победителем хода. Допустим, что игрок выбрал карту варианта с синим кругом. В этом случае он получает 6 баллов. Если вы выбрали карту варианта с двумя фигурами или двумя цветами, то сделайте точно такой же подсчет. Например, за карту варианта с квадратом и кругом вы получите 2 балла. Игрок, у которого набрано баллов больше, чем у остальных, забирает себе карту с рисунком. А за второе место по баллам дается карта варианта, та, что принесла игроку второе место. Эта карта варианта больше в игре не участвует. Таким образом, на столе каждый ход будет уменьшаться их количество. В случае, если 2 и более игрока получили одинаковое число баллов, все игроки, спорящие за первое место, получают по карте с рисунком. Просто достаньте еще карты с рисунками из специальной коробочки. Если есть игроки, спорящие за второе место, то никто из них ничего не получает. Все игроки, кроме занявшего второе место, кладут карты вариантов обратно в центр стола. И начинается новый ход с первого шага. Игра заканчивается, когда на столе остается только 6 карт вариантов. Каждая карта с рисунком на руках игрока дает ему 2 очка, а каждая карта варианта 1 очко. Посчитайте их сумму и определите победителя. При равенстве выигрывает игрок с большим количеством карт. Если равенство сохраняется, побеждают все игроки, спорящие за победу. Для подготовки варианта игры «Пропавшая фигура» разложите 9 карт вариантов лицом вверх с изображением одиночных цветных фигур. Выберите ведущего и подготовьте коробочку карт с рисунками. Ведущий также достает карту, после чего игроки хватают карту варианта. В этом режиме игры участникам важно понять, какой фигуры в цвете нет на карте с рисунком. Верно, на ней нет красного квадрата. На каждой карте с рисунком на обратной стороне в левом нижнем углу указано, какой именно фигуры в цвете нет на карте. Игрок, схвативший правильную карту, становится победителем этого хода. Он забирает себе карту с рисунком. Все игроки, включая победителя, возвращают карты вариантов в центр стола и начинается новый ход. Игра заканчивается, если один из игроков собрал 5 карт с рисунками. Он и становится победителем. Другой вариант игры. Вместо поиска фигуры в цвете, которой нет, можно искать фигуру в цвете, которая находится на карте с рисунком в единственном экземпляре. Снова наша любимая карта с кошкой. Фигура в цвете, которая находится в единственном экземпляре, это желтый круг. Да-да, посмотрите на нос кошки и попробуйте найти еще такую же фигуру. У вас ничего не выйдет. Подсказка о такой фигуре в цвете находится в правом нижнем углу на обороте карты. С режимом игры угадайка тренируем реакцию. Разложите 9 карт вариантов лицом вниз с надписями категорий. Подготовьте коробочку и выберите ведущего. На этот раз, прежде чем схватить карту варианта, вам нужно посмотреть на рисунок и найти карту варианта с таким же рисунком. Вот наша любимая кошка. Ищем ее на картах вариантов. Хм, да вот же она. Переверните карту с рисунком, чтобы удостовериться в выборе игрока. Тот, у кого карта варианта совпала с категорией карты с рисунком, становится победителем и забирает карту себе. Затем все возвращают карты вариантов в центр стола и начинается новый ход. Игра идет до тех пор, пока один из игроков не победит, собрав 5 карт с рисунками. А на этом все. Желаем вам приятной игры.